Всем привет, меня зовут Александр и я продолжаю прохождение игры Horizon в The Frozen Wilds. На прошлой серии я закончил на том, что пообщался с главным шаманом данной территории племени Банук и сейчас мне предстоит выполнять побочные квесты, которые только можно выполнить. Собственно говоря, эти квесты, которые висят у нас в делах от побочной ветки. Первый квест это Общая тайна, собственно я думал по нему и пойти сейчас. Это поиск пещеры, где добывают материал для изготовления копий. То есть и побочка основная, первая сорокового уровня, и вторая это побочка, то есть более маленького уровня, но я думаю она не такая важная, но чисто для лора, для того чтобы изучить этот мир, это стоит сделать. За вирак квест мы будем выполнять в самую последнюю очередь. Пока что все, что будем находить, будем делать перед всем этим моментом. Поэтому выбираем квест из раздела Дела, Общая тайна. Шаман Банук рассказал Элой о пещере далеко на севере, где шаман добывает материал для изготовления копий. Давайте мы найдем эту пещеру, посмотрим, что же такое, с чем это едят и для чего это нужно. Тем более путь как раз таки лежит через дамбу. Через дополнительное устройство усиливания машин и намного выше. Вот здесь возможно мы найдем даже какие-то квесты дополнительные в этой территории. Поэтому погнали, посмотрим, что же из этого получится. Я пока что не буду скипать территорию, потому что очень интересно посмотреть, что же здесь необычного мы можем увидеть. Несмотря на то, что здесь тысяча метров до точки, да возможно мы увидим какие-нибудь интересные виды, ну и вообще ракурсы. Тем более мы сейчас будем проходить через дамбу, я думаю это целая отдельная часть. Так, козочка. Лежать. Оу. Вон там. Похоже там источник всей этой воды. Похоже на построен закрытый. Что? А, ну я скорее всего обновил основной квест, да то есть, но мне это не нужно. Давайте вот посмотрим. Да вроде бы нет, ничего здесь не обновлял. Так, ну-ка. Не, походу это какой-то просто косяк непонятный. Разрешите вход, доберитесь до озера. А, вон оно что, да то есть. По идее. Не, ну я не туда иду. Мне нужно. Хотя, знаете, если мы здесь рядом, то почему бы это не сделать. Давайте сделаем. Мы оказались максимально рядом, да. И это будет преступлением. Не выполнить этот квест, будучи вот в 100 метрах от точки дислокации. Так, зона костра это всегда полезно. Это быстрое перемещение. Нам это пригодится. Ну это правда, это какая-то старинная разрушенная дамба. Хотя, почему здесь все не затопило, да, учитывая то, что... Теперь понятно, почему вода пришла и не уходит. Дамба сломалась, судя по всему. Кто-то очень хотел попасть внутрь. Чуть не снес всю скалу, чтобы только пробраться в дверь. Обнаружено затопление. Рекомендуется эвакуация. Бассейн водослива под угрозой. Бассейн водослива. Это и есть кауки-звонок? Прорвало плотину. И немного неудобно стало нашим ребятам работать. Да, давайте. Так, все, не отвлекайся, не отвлекайся. Дорогая моя, поднимаемся. Ооо, вот эта система управления. Я уже на пункт управления. Из-за чего же отсюда пошла вода? Ой, блин, вот только не это, ладно. Ну так что, с чего мы начнем эту прощальную фигню? Боже. Возможно, мы последние люди, которые все любят. Ну да. Потому мы их поем. Тайное выступление. Если вам интересно, можете почитать. Я это все перечитаю потом, да. Сейчас больше займусь исследованием местности. Тем более, я там видел... Так, рассмотрите пункт управления. Так, а что еще здесь можно осмотреть? У нас есть дверца. Ооо, это кто такой? А вот и наш диверсант. Внутрь-то он пробрался, а вот выбраться уже не смог. Дела-дела. Чувак, блин, ты попал явно не в то место, не в то время. Я могла бы включить инвизор и облегилась. Не хватает деталей. Без нее сюда не попасть. Трудно разобрать, но кажется, эта комната забита древними вещами. Может быть, что-то полезное. Не могу, к сожалению, посмотреть. Но и двери открыть тоже не могу. Так, ладно, давайте пойдем вот в эту сторону. Видимо, здесь прошелся тот Азерам. Ой, да ладно, мы как будто не видим, что ты дурачок у нас Азерам скинул. А если я враг? Прекрасная возможность сделать доброе дело. И отчистить совесть, если она запятана скверными поступками. Не расшипся? Ты? Прямо дар судьбы, подруга. Уж думал, огонь в моем гор не угас. И я вместе с ним. Но нет, не-а. Только не Гилдун. Ну, хорошо. Эээ, погоди. Давай-ка сначала. Что ты вообще здесь делаешь? О, прошу прощения. Привык говорить сам собой о себе. Это можно излагать в любом порядке. В этом хранилище есть артефакт, который мне просто необходим. Но, как ты заметила, дверь не открывается. Я взял одну из этих круглых штуковин со стены за дверью. И, глухо, я решил нажать там одну кнопочку. Еще хуже. Мой невинный вроде бы эксперимент привел к тому, что комнату слегка затопило. Ну, я еще понажимал кнопочку. Возможно, с излишним рвением. И скрытым. А пришел-то я сюда с целью осмотреться. И мои... Осторожные шаги, возможно, стали одной из причин обвала моста. Когда мост стал рушиться, я, возможно, слегка торопясь, обронил ту дурацкую круглую штуковину в воду. Когда я пришел к мысли бросить эту затею, дверь закрылась. Но вот так примерно я тут и оказался. Ты говорил что-то об артефакте. О, да. Это хранилище. Набито сокровищами притеч. Но одно мне особо приглянулось. Причудливое зеркальце. Я лишь однажды видел подобное. Мама как-то принесла такой предмет из-из... Из-из не пойми откуда. Я помню, как держал его в руках. Вглядывался. Увидя себя и... И маму. У меня за плечом. Улыбку. И одно из таких зеркал есть в хранилище? О, да. Я уверен. Я заглянул в эту темную комнатушку, и оно там было. Я так давно мечтал такое найти. Да, на сей раз я нашёл. Чтобы попасть в хранилище, надо найти ещё такое кольцо. Это часть механизма, забирающего дверь. Вот как. Ну, это прекрасные новости. Даже чудесные. У тебя две руки. У меня две руки. Идеально. Моя героиня. Моя спасительница. Если хочешь, а с чего бы тебе не хотеть, моя пособница. Можно считать, кольцо уже наше, а вместе с ним хранилище и его богатство. Ты же вроде уронил кольцо в воду. Ну, признаю. Это добавляет нашему предприятию некоторый дополнительный элемент сложности. Ты нашёл кнопку, которая управляет подачей воды. По чистой случайности. А потом ты её сломал. Так же. Чистая случайность. Насколько я понимаю, без кнопки воду не перекрыть. Это будет непросто. Это хранилище забито от пола до потолка. Ты удивишься, найдя там нужные детали? Я точно не удивлюсь. Итак, нужно заменить кольцо и попасть в хранилище. Тогда я починю кнопку и перекрою воду. А в моих руках, наконец, окажется то самое зеркало. Ладно, Гилдон. Как нам достать кольцо? Две пары рук, подруга. Две пары рук. У нас за спиной пара огромных ворот. Но! Сдаётся мне, их нужно открывать вдвоём. Вместе мы сможем тут всё осушить. Ну что ж, тогда приступим? Да, приступим. Прикольный чувак. Сильно на течении. Перепод не получится. Вон там, подруга. Видишь, ветели? Пора поработать руками. На той стороне ещё один ветель, и он фиксирует ворота. Если тебе не трудно, переберись туда. Окажи мне честь. Так, окей, да, я всё понял. Так, а мне этот дядька нравится. Довольно прикольный чувак, такой забавный. Так, а куда? Что у нас на той стороне? Вот здесь, да? Другой вентиль. За этим бурным потоком. Ну, я так понимаю то, что... Пока не понимаю ничего. Ладно, это очередная загадка. Так, а я не могу сюда прийти? Да вряд ли. Ну-ка, давайте... Это мне запомнилась? Вот они. Чудесно. Ты добралась. Хватайся за вентиль и крути. Сейчас. Ещё немного, и я смогу сдвинуть эти треклятые ворота. Есть. Теперь можно опустить ворота. Ты права. Да. Как только я опущу ворота, тебе нужно будет ещё раз повернуть вентиль. Надо их зафиксировать. Одни закрыли. Пол дела сделано. Займёмся вторыми воротами. Давай, дядька, рассказывай, что нам нужно. Лестница – редкая, особенная вещь. Она доведёт тебя ровно до того места, куда тебе надо попасть. И ни шагом дальше. Вентиль от вторых ворот наверняка где-то наверху. Только вот, как туда забраться? Да, я осмотрюсь. Может, что найду? Нужно запрыгнуть на такую шаховую джавую платформу. А, куда поискать убили? Да, тут всё просто легко. Смотрите, сейчас мы всё... Ё-ё, да блядь! Так, вот нам сюда, да? Так, ну ладно, всё казалось намного проще, чем я думал. Так, алоичка, давай-давай, нам осталось немного. Готово? Раз, два, три, все! Выдавший офисный банк! Кто? Мы всех! Стоп! Я забыл слова. Эй, ну ты чего? Мы ведь так хорошо начали, а потом всё схлопнулось. У меня по жизни так сама, знаешь. Нет! Сопли в сторону. Меняем тему. Название! Группе нужно название! Так, семья дамбы, да? У нас здесь есть текст, если вам интересно. Можете почитать. О! Лесенка! Скрытая лесенка! Ну ё-моё, а! Вот как вот так вот её пропустить можно? Объясните мне. Ты уже рядом! Просто перепрыгни на ту сторону! Ааа, ты прямо надо мной! Просто опусти лестницу! Подреклись! Нам уже не впервой. Так что это будет проще, чем свалиться в яму. Возьмёшь на себя вентиль на той стороне? Если с этой стороны всё точно так же, надо поискать входную вину. Ну, в принципе, здесь он вроде бы виден прям невооружённым взглядом. Сразу посмотрим. Так, здесь не пройти, да? Ладно, тогда идём уже по проторенному пути, по проторенной дорожке. Да ё-моё, а это что такое? А, вот. Как же всё неожиданно, да? Как же всё вот так вот на ровном месте может измениться? Не знаю. Ну, вот мне никогда такое не нравилось, честно. Приходится, конечно, такие загадки решать, но... Ну да, Гилдун. Так, здесь спуск у нас заблокирован. Но вот здесь, скорее всего, можно спуститься. Точнее, здесь, скорее всего, можно пройти. Там с застоянной водой. Прелесть. Давай, Гилдун, крути вентиль! Не получается! Они слишком тяжёлые. Глянь у меня за спиной, нет ли там чего-нибудь большого и... сломанного? Найдите противовес! От противовеса отвалился кусок. А если залезть, может, моего веса хватит, чтобы его опустить? Держись! Держись! Я сейчас! Есть идея! Надо забраться выше. Можно залезть по обломкам. Но я теперь только этим и занимаюсь. Вот, казалось, вроде бы, куда ещё тяжелее, да? Вроде бы, всё должно было бы уже решиться, но нет. Смотрим на загадки, решаем их. Подняться можно ещё выше. Так, и судя по всему, нам нужно... Вопрос. Куда нам нужно? Подняться выше мы не можем, значит, ползём в сторону. Так, вроде бы, пока что есть куда идти, вроде бы, всё понятно. Не теряемся. Так, спуститься по верёвке вниз. Нет, ну мне по верёвке не надо. Мне нужно ещё выше подниматься. Так, а чтобы подняться ещё выше, здесь я, скорее, сколько разобьюсь. А, вон, да, получается, всё. И вниз. Давай, крути уже, хватит болтать. Супер. Супер. Есть шанс спрыгнуть. Ты достаешь! Давай, сделай ещё один беззонный крышок. Ха-ха. Есть. Получилось. Как ты лихо скачешь со мной, ржавый разваленный на руку. Прямо заливуешься. Вода ещё осталась, но сойдёт и так, правда? Хороший вопрос. Теперь можно лезть в воду. Щелкозуб! Это щелкозуб! Очень-очень большой щелкозуб! Я вижу, Гилдон! Очень большой пасут, Гилдон! Просто отойди подальше! Давай, спереди, Горб. Там круглый щелкозуб. Узнаем, когда я его завалю. Дэм sc gel, ты не можешь! У˚! Горб! 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 Выходи на brakes, Горб! 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 Продолжение следует... 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 такое было ахренеть да судя по звуку мне повезло то что я не сдох когда падал с вершины этого ущелья честно вот бывает у меня такое да то что я вот ищу себе приключения на задницу давайте мы сдадим этот квест и я сразу же сохранюсь если бы не доспех конечно мне было бы бобо прям максимально ну мне нужно в эту сторону давайте я через костер что же они там делают так но это враги да вы серьезно мне что так стоять я не хочу воевать с вами давайте так все я понял до свидания до свидания я это так люблю забегать сюда с размаха максимально до свидания крокодильчики все они в этот раз а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Последние девчонки на земле Если вам интересно, почитайте, я тоже читану сейчас Довольно прикольно О, смотрите, она уже здесь, да? Она уже вовсю разыгрывает Свои мелодии, или что она тут делает? Ты что творишь, а? Расскажи-ка мне Хе-хе Гораздо раньше, чем ходить Спасибо, что осушила воду Ты помогла не только мне Но и моим предкам и их песням Прошу, возьми это Просто в знак благодарности Что-то нам дала Синий самоцвет, отлично Записная книжка, у нас появились новые носители данных Ну, это аудиозапись, да, скорее всего, последнее выступление Это, судя по всему, да, их текст, песни, да И здесь Их авторы Полторы минуты, да, практически мы слушали это дело По ресурсам у меня вот Ну да, то есть это все нормально Так, давайте посмотрим теперь по новому нашему заданию Нам нужно идти дальше В принципе, у нас побочка одна выполнена И осталось одно дело Которое не идет по основному направлению Оно у нас располагается В верхней части карты Поэтому давайте мы пойдем в ту сторону Исследуем это место И посмотрим, что же за квест нас ждет 7500 опыта Ну, в принципе, мы практически подобрались к новому уровню Но в любом случае, нам не сюда Давайте, я пока что не буду скипать На самом деле, я и не могу скипнуть Потому что я не был в той территории И нам надо подниматься по дамбе наверх О, меня это радует, кстати Потому что можно увидеть более интересные, красивые виды Которые раньше здесь я не наблюдал Вот, скипнуть территорию я не могу Через костры, да Поэтому придется ее полностью смотреть Но, возможно, это и к лучшему Местность у нас неизвестная, неисследованная Кто знает, что мы здесь найдем? Красиво, но ничего не понятно Снежные бури Честно, думал, здесь будет бит получше Ну, ладно, что есть, то есть Ничего мы изменить не можем Идем до первого костра Мне, в первую очередь, интересно зафиксировать Наше положение на карте Чтобы мы могли быстро перемещаться в будущем В дальнейшем 807 метров Там уже подойдем к точке, да Побеседуем с нашими ребятами По поводу нашего нового квеста Но, возможно, в этой серии Я этот квест выполнять не буду Оставим его на потом В следующий раз То есть, потому что, скорее всего Он может занять довольно большое количество времени Так, надо убрать Удалить отметку, да О, смотрите-ка Да, я уже открываю новую территорию Здесь, скорее всего Стоит торговец Есть новое поселение Можно сходить в эту сторону Поискать, возможно Интересные какие-то дополнительные квесты Не факт, конечно же Но давайте Тут есть костер Прикольно Он так бежит Да, здесь, возможно Что-то можно будет найти Давайте засейвимся Урсус Американус Великолепный экземпляр американского волейбала Представляет Монтана Рекреэйсенс Ты ведь не чувствовал холода Не сохранил тебя Кто бы вспомнил о тебе На гостевом центре можно поставить крест Стратегическая операционная ценность Примерно 0,0 Не вижу причин, почему бы после закрытия Не посадить всех сотрудников на верт И не отправить в освояси И пусть живут на минимальный базовый доход Вот мудак, а Если интересно, почитайте Так, еще одна запись Так, я вам их сейчас пролистаю И к тому же еще почитаю сам Наши последние две недели Судя по всему, здесь был какой-то старинный Национальный парк И мы его наблюдаем во всей красе Точнее, то, что от него осталось Я знаю, Олой, не переживай Я тотем на пьедестале Этот образ рисуется прямо в воздухе И зверь вновь оживает Ну, почти Тут семь пьедесталов Где остальные тотемы? Этот я нашел случайно Я вспомнил про углубления на пьедесталах И в основании тотема увидел похожее Но ты права Он один из семи Великий Монтана Рекреэйшенс Наверняка сделал другие Но они затерялись Так эти тотемы Показывают образы животных, которых больше нет Они сгибают Как предсечи Похоже на то Горько, что этих Великолепных зверей больше нет И что Мы даже не знали о них Мы зависим от зверей так же сильно, как от машин Пища Шкуры Но изучаем ли мы их с таким же рвением? Яда Например У меня есть теория насчет лис Почему у них красный мех? Подумай, что они едят Мясо? Сырое мясо Мясо с кровью, понимаешь? Причина и следствие Логическая связь Все сходится Я как-то никогда об этом не задумывалась Я смотрю, у нас есть кое-какие элементы Вот для этого мне нужны Кости барсука козы Да, и шкура, и кости барсука Вот, чтобы купить вот эти вот карточки Да, и найти вот как раз такие элементы О которых мы с ним сейчас и говорим Эти фигурки сделал великий человек Так и есть Он был тем, кто изучает природу Как я Но, конечно, он был в тысячу раз способнее меня Великий Монтана Рекреэйшенс Право носить его имя Эньюк Рекреэйшенс Мне пора идти Конечно, конечно Я и так поднял у тебя столько времени Но, если тебе не трудно Ты не могла бы поискать другие фигурки Если попадутся, я тебе принесу Но я это сделаю за кадром В любом случае Намеренно я этим заниматься пока что не собираюсь Нам нужно идти прямо Дальше здесь, кстати, есть еще одна костровая зона Я бы, возможно, даже осмотрелся здесь Потому что дополнительные квесты Они всегда нам Нужны И как-никак они расширяют игровой лор То есть мы более-менее В большей степени узнаем О текущем игровом мире Так, коточка На тебе в попочку Разочек, ну-ка Так, жаль, конечно Я ничего не нашел здесь Не знаю, вряд ли здесь у нас Прям конкретно Что-то серьезное и важное Но это прям серьезная территория Национального парка Видно то, что здесь Постройки Типа как гостевые комплексы Либо Места, где могли отдыхать туристы Не знаю, поймал себя на мысли Вот от этих видов Как будто я в Эликс 2 играю Опять же Так, нам не сюда Так, Элой, ты меня, конечно, прости Но тебе придется побегать Немножко, так скажем По снегу Не хочу назвать я Козочкой Но очень похоже Бегаешь, когда заходишь В сугробы О, это мы уже очень близко к территории, которая горела изначально Я пока что не хочу ходить вот по этим точкам, да Я уже слышу противников По звукам Это, походу, либо лиходей, либо Ну, либо похоже, чувачок Так, вышка управления Логично Соркового уровня Пока что нет, да Скорее всего, я это все делаю за кадром Ну, зачем это делать Конкретно здесь, да Если вы это все видели прекрасно уже О, я вижу поселение Я вижу новое поселение Вот здесь Надеюсь, что-нибудь интересное там будет И получится найти Давайте проверим Исследуем эту территорию Так, я просто не побегу по карте Карта меня путает немного У меня есть срезы 400 метров Здорово На тебе стрелу в задницу Сюрприз Продолжать не буду О, смотрите Я не ошибался Да, то есть Я немного не туда завернул Но тут есть у нас квест Это какое-то новое Интересное поселение Если Икри не вернется Вернется Ей все по силам Но если нет Значит, теперь я бросаю копье дальше все А я быстрее всех карабкаюсь по льду Вы прошли одну проверку Теперь проверка молчания И безопасности Зачем ваши охотники забрались в такую даль? Мы из белых зубов Спустились через Тибанура Чтобы испытать новых воинов Испытать в охотничьих угодьях? Нет Это испытание Выжить на леднике колкой тропы Как наши предки Суровый сезон Двое еще не вернулись Мы подождем Затем почтим их память Затем уйдем Что испытуем и должен сделать? Залезть на ледник И продержаться четыре дня и четыре ночи Без припасов Только мерзлая земля и машины Шаман благословил испытание И разрешил обрать детали Только металл для оружия Прочее запрещено А тех двоих просто бросите? Испытание каждый проходит сам Это жизнь или смерть Кто вернулся, знает Белые зубы приняли его Кто не вернулся, знает, что его память почтили Какая щедрость? Вы из Банура Вы знаете Аратака и Аурею? Это сильная вина У них много песен Но неспроста они охотятся здесь, в зарубке, а не среди великих вираков Одержимость громовым барабаном их погубит Кто такие белые зубы? Воины Первые и лучшие Лучшие из юных охотников мечтают примкнуть к нам Ныне машины разъярены И битвы не кончаются Грех жаловаться, да, шаман? Каждый день в дыму битвы сверкает молния Каждую ночь в песне чествует новое имя И вы не будете искать пропавших охотников? Со временем Однажды настанет от тебя Леталая вода вынесет их тела Невероятно Если есть шанс, что они живы Я пойду за ними Даже если они живы Они не примут твою помощь Для нас умение выжить священно Больше ни на что нельзя положиться Посмотрим Во имя выживания 35 уровень, да, и Разыскать пропавших спутников Да, это квест хороший, мне он нравится Довольно интересная задумка Но мы сделаем сперва Квест под названием Общая тайна Хотя бы элементарно Потому что мы исследуем территорию Выживание священное И бросают людей на погибель Потому что мы исследуем новую территорию Открываем вот таким вот образом Новые точки, новые квесты И новые для нас возможности Потому что перед тем, как бросать вызов в аратаку Нам нужно быть во всеоружии Нужно выполнить максимально большое количество Квестов Чтобы нас уважали все И все боялись одновременно Мы сделаем все по красоте А, это бизон Бизон Я думал уже новый тип монстр какой-то Так, бизончик, успокойся Успокойся Ну, нам, грубо говоря, строго прямо Строго наверх Вот здесь у нас охотничьи угодья Буду знать Так, козочка, извини, но мне нужна твоя шкура И по возможности кости Да, кость у нас есть Отлично Так, мы почти пришли Мы почти пришли И это будет новый квест В новой главе Точнее, в новой серии Здорово Блин Нам нужно спускаться вниз Прыгать, скорее всего, придется вот с этой точки Да, все верно Но, в любом случае Мы продолжим уже в новой серии Это довольно долгий, наверное, и тяжелый квест Поэтому, как говорится, я на этом заканчиваю Всем большое спасибо за просмотр Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Создайте комментарии И до следующей серии Всем пока-пока